МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Честное мнение» в студии Светлана Ладина и Евгений Фатеев, сотрудник храма на крови. Здравствуйте, дорогие друзья! 18 июня – день всех святых в земле российской просиявших. И у многих снова будут именины. Ну, то есть неделю назад у нас у всех были именины, а теперь они будут у Александров, Ксении, Матронушек, Серафимов, Сергеев, у тех, кто носит имя Лука в честь святителя Луки Война и Синецкого, у Николаев, Александр, Ольг, Татьян, Марий, Анастасия, Алексеев. Понимаете, о ком я говорю? Ну, вот, собственно говоря, все, кто назван в честь русских святых, будут праздновать свои именины. Но, кроме того, престольный праздник отметит храм на крови. В Екатеринбурге его полное название – храм-памятник на крови во имя всех святых в земле русской просиявших. О том, как это будет, Евгений расскажет сейчас. Но у нас и к вам есть вопросы следующие. Как престольный праздник отмечают в вашем храме? Было ли что-нибудь особо запоминающееся? Главное в престольном празднике – это, конечно, богослужение. Нужно ли что-то еще вообще? Может ли престольный праздник стать миссионерским проектом, который привлечет в храм людей, ранее туда не ходивших? Что для этого надо сделать? Ждем ваше честное мнение. Звоните нам по телефону 379-6570, код города 343. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Жень, ну вот теперь расскажите, пожалуйста, что будет у нас 18 июня в самом храме на Крови и затем на площадке возле него. Ну, конечно, в первую очередь, братья и сестры, мы хотим вас всех туда пригласить. В этом ничего такого нет, что вы придете, может быть, в это воскресенье не в свой храм, а в наш храм, в храм на Крови. Литургию возглавит владыка Кирилл. И будет торжественная служба в сонме духовенства, будет торжественная служба. И после службы, конечно же, крестный ход и, да, вокруг храма, да. И будет праздничный концерт и ярмарка. То есть такой мы организовали фестиваль народного творчества, народного искусства, как бы продолжение литургии, но уже на площадке храма на Крови. А в чем заключался смысл? Я так в двух словах все рассказываю, как бы такой некий анонс, но все-таки, чтобы вы увидели всю полноту, весь смысл почувствовали, конечно, туда надо прийти. Не увидеть, не... И из наших зрителей смогут прийти только те, кто живет в Екатеринбурге или его окрестностях. Но остальных, я надеюсь, мы порадуем... Пусть все остальные летят. Да, добро пожаловать. Но остальных мы порадуем репортажем. А вообще, дорогие друзья, еще больше всех, кто даже может из Австралии прилететь, мы ждем на царские дни, которые уже через месяц будут в Екатеринбурге. Вы все помните, в ночь на 17 июля перед храмом на Крови совершается божественная литургия. Потом мы идем крестным ходом от храма на Крови, места мученического подвига царственных страстотерпцев и их верных слуг, до места уничтожения их останков. Это монастырь царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Крестный ход, численность его достигает порою 100 тысяч человек. И это совершенно незабываемо. Это потрясающе. От 4 до 5 часов мы идем, там расстояние 21 километр. Но вот пожалевших о том, что они пошли, я еще не встречала. И мы с семьей ходим уже много-много лет, и поэтому, если вы уже планируете свое расписание на июль и имеете возможность приехать в Екатеринбург, то, пожалуйста, сделайте это. Потому что те впечатления, которые вы получите, та благодатная помощь, которую царственные страстотерпцы, вот по-царски щедро даруют за небольшой труд и за любовь к ним, это, конечно, неоценимо. Жень. В чем заключался смысл продолжения литургии на площадке Храма на Крови? В том, что владыка Кирилл дал благословение под девизом «Верим и действуем». И мы как бы эту эстафетную палочку перенимаем у прошлой команды, которая благословение это исполнило. Что значит прошлая команда благословения исполнила? Что такое было? Кто-то что-то делает, но, допустим, 1-го числа собирались дети на литургию, прошли крестным ходом, садили цветы у Храма на Крови. Это все так было организовано, красиво, и понравилось детям. Там они рисовали на асфальте, цветы садили, концерт был такой небольшой. И вот это благословение мы дальше хотим продолжить, его исполнение. И мы эту эстафеточную палочку берем и хотим всей командой, всей общиной, всем Храмом Храма на Крови собраться и сделать какое-то доброе дело. Ну так можно подумать, вы до этого их не делали. Давайте расскажем, что у вас есть. Потому что Храм на Крови в основном воспринимается, да, все-таки храм-памятник. Но вот те, кто туда не ходят, да, постоянно или периодически, те, кто не знают, что там совершенно живой приход, живая община, те, наверное, думают, что это такое место, где в основном вот туристы, туристы их много, они голдят, они толпятся. Это очень многочисленный приход. Вот. Да, очень многочисленный. И чем вы занимаетесь? У нас даже на литургии по воскресеньям три литургии, и они, народ есть, причащаются. И чем-то живут, чем-то занимаются. У нас много чего есть, и там же и хора «Кто их?», да. Курсы по катехизации, людей оглашают, беседы у нас постоянно проходят. Художественная школа есть, казачество есть. То есть у нас много всего есть, но в этот раз задумка-то в чем была? Заключается в том, что мы концентрируем все силы этих людей, всего прихода, всей этой общины, и вкладываем именно вот в этот праздник, чтобы показать, что это на самом деле праздник. И чтобы люди приходили и видели, и мы им что-то должны еще предложить. После литургии. И что мы можем предложить? То есть, конечно, что там будет вкусный обед. Раз. То есть это такая будет фишка, я не буду говорить, чем сейчас будем кормить, но это будет... Постным, понятное дело. Постным, но постным тоже разное бывает, да? Вкусно, понятно. Да, вкусно. Потом будет чаепитие, будет концерт. Есть такие коллективы интересные, творческие, детские, которые пропоют песни о Родине, о России, о вере, о войне, потому что тут недалеко 22 июня. То есть это тоже важно. Также представим ярмарку. Там будут представлены изделия, сделанные своими руками. Прихожанами. Да, и прихожанами, и даже людей, которые к нам, ну, так скажем, партнеры, друзья, гости, которые с нами сотрудничают, с нами беседуют, с нами диалог ведут. И мы постараемся вот этот праздник, как бы, сконцентрировать и все это показать вот здесь вот на площадке, чтобы это было интересно людям. И даже, может быть, кто-то мимо будет проходить, зайдут. Может быть, кто-то услышит об этом от друзей, от родных, тоже зайдут, посмотрят. Кто-то на литургию придет, кто-то на ярмарку придет, но чтобы все-таки это сделать для людей и показать им, что и в храме есть живая жизнь, и храм полностью открыт для людей. Пожалуйста, приходите. Жень, тогда вот будь добра, ответьте на вопрос. В ответ на заданную тему наша постоянная зрительница Виктория пишет. Одно не понимаю, зачем привлекать людей в храм? Вот и придут те, которые ищут развлечений. Это вам не шоу. Что бы ответил? А что я хочу ответить? Зачем привлекать людей в храм? Привлекать людей в храм зачем? Вообще, церковь, она по своей сути, у нее есть миссия. Церкви не бывает без миссии. Любая миссия, она привлекает людей ко Христу. Это будет такая наша некая вот эта вот миссия в такой вот форме в этот раз, для того, чтобы людей, людям, может быть, через это их привести ко Христу. Потому что люди все разные, нет одинаковых людей. Кто-то приходит через скорби, кто-то через болезни, кто-то через тюремные срока, кто-то через радость, через брак, через любовь, через концерты, через даже покушать или что-то еще. То есть людей миллионы, и много есть способов и вариантов для того, чтобы показать Христа, показать. Здесь мы даже не будем на этой ярмарке рассказывать о Христе, но мы своим расположением, своим добротой, своей любовью хотим показать Его на деле. Вот и мы как бы и хотим, верим и действуем. 18 июня день рождения одной из великих княжон, царственных страстотерпиц. Вот 11, 18 и 27 июня, дни рождения великой княжны Татьяны, потом Анастасии и Марии, соответственно. И вот получается, что они эти свои дни рождения встречали, последние свои дни рождения встречали в Ипатьевском доме, в заключении. И Александра Федоровна 6 июня, мы больше эту дату узнаем, как день рождения нашего всего Александра Сергеевича Пушкина, я сейчас не иронизирую, это действительно великий русский поэт, и вот он как-то так затмил в сознании наших современников Александру Федоровну, императрицу. В этом году исполнилось 145 лет. Это было тоже в заключении, когда последний день рождения она отмечала. И государь в свое 50-летие, только в мае, тоже отметил в заключении. Храм на крови очень трепетно хранит память царственных страстотерпцев, хотя освящен был в 2003 году в честь всех святых в земле российской просиявших, но есть и предел, конечно же, в честь царской семьи. А теперь на аналое лежит еще и икона Евгения Сергеевича Боткина, святого врача. А поодаль висят фотографии всех четверых царских слуг, которые были убиты вместе со своим государем, были ему верны. Это был их абсолютно осознанный выбор. Иван Михайлович Харитонов, вчера у него, кстати, день рождения был, повар царской семьи, лейб-медик Боткин, это я уже сказала, Анна Степана Демидова, Аллаизия Егоровича Труп. Я знаю, что на литургии, в храме на крови, каждый раз, когда молятся об упокоении, их поминают. Жень, я бы хотела поговорить о сохранении памяти царственных страстотерпцев. Ведь, в принципе, вот такая ярмарка, и особенно благотворительная ее часть, это тоже где-то продолжение их памяти и продолжение тех добрых дел, которые они совершали. Ведь не только правили и царствовали, но еще и какие-то были личные дела милосердия. И дай Бог нам хотя бы часть этого в нашей жизни воспроизвести. Да, вы очень, кстати, заметили эту логику, эту связь. И вот эта вот ярмарка и праздничный концерт, конечно, он имеет еще некую такую цель, чтобы какие-то собранные средства, которые будут на ярмарке, мы их вкладываем куда? В фонд помощи многодетным семьям. И то есть мы стараемся, конечно же, чтить память царственных страстотерпцев и в службе, и в памяти, и в молитве. Мы к ним постоянно обращаемся. Но мы хотели бы еще и продолжить ихнее дело. Потому что ихнее дело милосердия, его затмить совершенно невозможно. Потому что на тот период времени это было такое великое ихнее дело. И храм на крови, он продолжает ихнее служение. И мы занимались этим делом, помощью многодетным семьям, неполным семьям, там без отца, без папы. Многие такие семьи у нас сейчас, это вообще как бы бич современного общества, современного мира. Неполных семей их очень много. Но вы помогаете вот своим прихожанам, да? Просто вы знаете историю каждого. Или еще со стороны к вам обращаются? И прихожанам мы помогаем. И у нас есть некая такая база людей, которые реально нуждаются в этой помощи. В какой? В материальной, в психологической, в духовной. И, конечно же, у нас есть команда, которая этим во главе со священником, которая это занимается. Один человек это не может делать. Вот им нужна вот эта община, группа людей, активных, которые понимают, что они продолжают, во-первых, это служение, и что целью этого служения является помощь людям, чтобы все-таки люди как-то жили в этой непростой жизни современной, и чтобы дети все-таки воспитывались в христианской вере. Спасибо, Жень. Дорогие друзья, тем, кто сейчас ломает голову и думает, где я его видел, я подскажу. В наших утренних программах, которые называются «Четверь часа», была рубрика «Сказано, сделано» вот на двух минувших неделях, и там Евгений рассказывал, как правильно посадить и еще красиво вырастить бархатцы, спирею и барбарис. Вот это он самый, потому что, помимо того, что он несет качехизаторское служение и служение милосердия в храме на крови, он еще и садовник, профессиональный садовник. Так что, Жень, мы очень просим, чтобы эта рубрика продолжалась. Она замечательная. Спасибо. Напоминаю, 18 июня, город Екатеринбург, храм на крови в честь всех святых земли русской, престольный праздник. В 9 часов утра начинается божественная литургия. Ее возглавит митрополит Екатеринбургский Верхоторский Кирилл. В 11 часов ориентировочно после богослужения развернется народное гуляние перед храмом на крови. Всех приглашают. Спасибо вам. Даст Бог, еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин